Привет, меня зовут Василий Панасюк, я журналист и это мой блог о том, как дела у нас дома на Донбассе. Донбасс в разное время называли по-разному, но 7 лет назад сложно было представить, что в мире Восток Украины получит дурную славу и будет считаться одним из наиболее заминированных регионов мира. Шахтерский край, усыпанный минами и несработанными боеприпасами. И сегодня это боль всех жителей Донбасса. Особенно тяжело тем, кто всю жизнь работал на земле, выращивал культуры, овощи, фрукты не только для себя, но и на продажу. Пости домашний скот тоже сейчас во многих местах запрещено. Посадки, луга и поля частично заминированы, а где конкретно можно даже и не знать. Для разминирования территорий на Востоке Украины может потребоваться десятилетие. И еще долгие годы мины и другие взрывоопасные предметы будут угрожать физическому и социально-экономическому благополучию гражданского населения. А пока что жители Восточной Украины вынуждены жить, возделывать землю и отправлять детей в школу в районах, загрязненных минами. Правительство должно продолжать работать над проведением широкомасштабного гуманитарного разминирования. Также всячески необходимо избегать установки новых мин. Почти 2 миллиона человек подвергаются риском наземных мин и взрывоопасных предметов по обе стороны линии соприкосновения. Если на подконтрольной территории ведется хоть какая-то работа, нам достоверно неизвестно, что происходит с разминированием в отдельных районах Донбасса. Совсем недавно на территории Луганщины, которую контролируют самопрозлашенные власти ЛНР, заявили о гибели 17-летнего парня. Еще один был ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. Это все произошло в районе поселка Славяносерб. Спустя несколько дней в ЛНР заявили о тяжелом ранении мужчины у берега реки Северский Донец. Это рядом с селом Желтое Славяносербского района тоже. Вооруженные люди при ЛНР обычно в таких случаях говорят, что для местных жителей специально выставлены предупреждающие знаки. На подконтрольной территории Донбасса также такие есть, но часто срабатывает человеческий фактор. Люди или не замечают их, или попросту игнорируют. Так же, как и многие жертвы, игнорируют всем известный факт. Боеприпас это не игрушка. Если нашел, не трогай в вызове пиротехников. Но иногда в новостях мы слышим, что жертвой такой игрушки стали не дети и даже не подростки, а взрослые люди, которые по сути сами должны оберегать детей от такой опасности. В ООН посчитали, что в прошлом году минимум 70 гражданских лиц погибли или получили ранения из-за мин. С 2014 года в Украине зарегистрировано более 1 190 пострадавших от мин. Но это только подтвержденные случаи, а реальное число пострадавших, вероятно, намного выше. Украина сегодня занимает пятое место в мире по количеству гражданских жертв, которые пострадали от мин и взрывоопасных предметов. К тому же страна входит в тройку так называемых лидеров, где произошло наибольшее количество инцидентов с противотанковыми минами. Женевский международный центр по гуманитарному разминированию называет это все сухо, инцидентами. Но мы-то понимаем, что почти каждый инцидент – это потенциальная или уже произошедшая трагедия. Благодаря взносам доноров гуманитарные партнеры Украины постепенно очищают территорию от мин на востоке страны. Только в 2020 году национальные и международные организации совместно разминировали около 5,5 тысяч гектаров земли. Это равно почти территории Сан-Марина или площади 700 футбольных полей. Но работы еще очень много. Как минимум, это договоренности в трехсторонней контактной группе на совместное разминирование территорий по обе стороны линии соприкосновения. Сейчас эта часть переговоров пока что блокируется. И я очень надеюсь, что в ближайшие годы Украина выйдет из озвученной мною ранее печальной статистики. Я и дальше продолжу следить за тем, что происходит у нас дома на Донбассе. Для того, чтобы не пропустить выход новых выпусков, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пока!